То есть они показывают нижнее белье, но закрывают очень сильно грудь? Да, когда начинается поклон, все хватаются за телефон, хлопать нечем, руки заняты. Понять, удался спектакль или нет, можно по количеству зажженных экранов, когда они снимают поклон. Китайцам очень сложно запомнить наши имена, для них они очень длинные. Ну, может быть, допустим, Вива, это Диана Вишнева. Яна Елисеева, Китай, ведь сегодня у меня в гостях, и у нас очень будет интересная тема, но мы прежде переведем, что Яна сказала. Что это канал Таня Плюс Танция, это я поняла, как Таня, что-то было. Уважаемые зрители, канал Таня Плюс Танция, меня зовут Яна, и сегодня я вам расскажу про китайский балет. Да, вот такой необычный у нас сегодня топик, тема, потому что я увидела Яне на Инстаграм, увидела ее посты, ссылка на ее Инстаграм в описании под видео, и начала читать, и стало мне очень интересно, потому что Яна сейчас расскажет о себе. Она очень много, долго была в Китае, как я понимаю, и знает как бы очень много, как человек-инсайдер, и при этом интересуется балетом человек. В общем, по порядку. Во-первых, с того, как долго ты в Китае, ты жила там, работала, и как ты начала заниматься балетом, вот это все, как это совместилось? По профессии, как вот уже сказали, я китаевед, соответственно, закончила университет в России, уехала в Китай, потому что надо было язык подтянуть и поработать, больше узнать страну. Вот так сложилось, что я там больше 10 лет своей жизни провела. Балетом я стала увлекаться в Китае, я давно хотела попробовать, и получилось так, что как раз я когда туда приехала, у них стал балет очень популярен среди любителей. Это какой год получился? Это вот 2013-й. А, ну у нас уже тоже пошла она. Ну у нас, наверное, раньше, я не знаю. Чуть-чуть, ну у нас как бы пик начался после «Черного лебедя» фильма, вот я не помню, какой-то год, и тогда тоже начали открываться школы для любителей, ну что-то, мне кажется, примерно... Ну может быть, примерно в одно и то же время, вот, и в общем, можно сказать, мне повезло, потому что выбор студии большой, преподавателей, вот я решила попробовать, и все, и пропало. И это в каком городе Китая? Это в Пекине, люди, как мне показалось, и разного возраста, я видела от 20 до 60 и выше бывает, вот, интерес большой, все по-разному, кто-то, может быть, сходил в театр, познакомился с балетом и решил ходить. Если переводить там на рубли, то для нас это будет дорого, дороже, чем у нас. Ну, для каждого у нас свое понятие, просто расскажи примерно, сколько стоит одно занятие или абонементом, ну просто у каждого свое понимание дорого-дешево, но каждый будет уже понимать, насколько для меня дорого или нет. Абонемент на, допустим, 12 занятий три раза в неделю, получается, да, от полутора тысяч юаней до двух тысяч юаней, то есть это 15-20 тысяч рублей на наши деньги. Ну да, да, для меня это дорого. Занятия идут обычно час двадцать, час десять. Что касается, допустим, индивидуальных, то это будет прям совсем дорого, вот, потому что там ты платишь не только преподавателю, но ты платишь еще за аренду зала, который очень сложно найти. По поводу аудитории, вот, мы начали говорить, что разного возраста, но все равно есть какие-то нюансы, как я понимаю, которые отличают наших любителей, кто занимается, и среди китайских, как, какие-то, даже вот, переходя к твоим постам, какие-то условности там в одежде, в том, как приходят на класс, как они, не знаю, выполняют, кстати, уровень какой-то тоже разного, есть уровня ученики или... Разного уровня есть ученики, что я заметила, у них, вот, если заходишь в китайский балетный класс, могут быть люди довольно старшего возраста, но они очень хорошо развиты физически, то есть они там с какой-то безумной растяжкой и выполняют весь класс в полную ногу, можно так сказать. Вот это вот мне бросилось в глаза. По поводу одежды, мне кажется, что у нас любят больше в черном приходить. Китаянки любят больше такие пастельные цвета, как они это, у них это называется, цвета пирожного макарон, это модно. Отдельная есть история такая. Да-да-да, вот, они в розовом, в голубом, в светлом в основном, то есть неважно какой возраст, то есть ей может быть там 50, она придет в розовом купальничке и в розовой юбочке. У нас есть купальник, да, ты принесла сегодня, ты что-то про него расскажешь, да? Можно брать, да, посмотреть, как это выглядит. Так, шиша сядем. Но это не постельные оттенки как раз. Нет, но это можно... Это китайский бренд, да? Да, это китайский бренд. Можно понять, что это... Это классический представитель китайской легкой промышленности, балетной. Почему именно его взяла, сейчас расскажу. Ба, я такой не знаю, конечно, у нас такой не продается. У нас такого нет, да. Ну, на ebay может где-то... Алиэкспресс. Например, европейцам нам очень, довольно сложно купить в Китае подходящий купальник, который сядет хорошо по фигуре. Почему? Потому что строение азиатских барышень... Ададержать. Это от нашего, особенно вот в тазобедренной здесь части. То есть, когда мы берем китайский купальник, скорее всего, вырез для ног будет у них более закрытый, чем у нас. То есть, мы любим больше открывать, чтобы показать длину ног. Но им такая модель просто не идет. А почему? Ну, у них... Ниже бедра или как-то? Да, то есть, у них вот задние ягодичные мышцы, они более как бы плоские. У нас чуть-чуть такие... Ну, а круглые формы бывают, а у них более плоские. Поэтому, когда у нас преподаватель говорит хвост поджать, у них это практически нельзя услышать, потому что им там... Не везет. У них нет такой проблемы. Интересно. Вот еще можно спросить, вот, Тань, как думаешь, какой это размер? Это L, мне кажется. L? Да. Ну, вообще, сразу, да, сказала. Да? Класс, альма, мама. Я к тому, что... Меня, когда спрашивают возраст, я тоже говорю, все-таки да. Я к тому, что я обычно ношу S, но в Китае, так как люди как бы меньше чуть-чуть, и по весу весит меньше по пропорциям, по параметрам. Соответственно, если я в России, допустим, покупаю XSS, то в Китае это будет L или M на размер или два больше. Давайте заглянем внутрь сначала. Давайте, я не смогла открыть. Да, значит, шутка еще есть особенность. В Китае, если вы захотите купить купальник, то, скорее всего, он однозначно будет с вкладышами. А, уже будет там? Уже будет, да, там. То есть в интернет-магазинах, если онлайн покупать, там сразу будут прописывать, что обязательно идут в наборе вкладыши. Объясню, почему. Я первый раз оказалась в китайском балетном классе любителей. Вот, они меня шокировали не только хорошими физическими данными, растяжкой, но и тем, что нижнее белье у них выглядывает из-под купальника. То есть даже при том, что у них ниже опускаются. Да, да, то есть в принципе европейскому человеку в Китае купить, допустим, джинсы, нижнее белье довольно проблематичная история, потому что у них отличается крой. Вот, и, а я их шокировала тем, что пришла без вкладышей. То есть пикантно, пикантно, у меня тоже всегда пикантно, верхняя часть, все все поняли. Там это недопустимо. То есть они показывают нижнее белье, но закрывают очень сильно грудь, чтобы ничего не просвечивалось. Не просвечивалось, а... Не выделялось. Да, не выделялось. Даже вот просто если идти по улице, например, можно часто увидеть китаянок в очень коротких мини-юбках, прям вот, ну, очень-очень коротких. И это нормально. То есть это не считается чем-то неприличным, но вы никогда не увидите китаянку в декольте, например. Или в только футболке, или без зацера. Да, да, нет, 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 это невозможно. Вот, что еще можно про него сказать, что это крой в стиле китайского традиционного платья, тип хао, которое называется. А, да. То есть они очень любят такие купальники. Здесь это вот, его отличает воротничок, стоечка. Причем вот такая стоечка прям, да, действительно, в китайском стиле. Да, да, да. И еще обычно это, может быть, не совсем стандартный вариант, еще обычно у них идет разрез по косой вот сюда. И на традиционные пуговички застегивается. Они вот такое любят, да. Хорошо, перешли мы к театрам плавно. И часто ли ты посещала театр? Как там у них все устроено с точки зрения репертуара? Очень интересно, какой у них идет репертуар. И посещение посетителей театра, как все устроено? Я начала не только там заниматься сама в Китае, но и активно смотреть. Китайское общество сегодня, у них есть запрос на культуру, они готовы платить, тратить свое время на это. Да, и Китай может себе позволить привезти топовые мировые труппы, что они, в общем, делают. То есть программа у них балетная, на самом деле, очень богатая. И можно посмотреть не только наши труппы, да, но и европейские, американские, японские, корейские. Балеты классические, постановки не всегда наши. Но как бы они в репертуарах есть, но мне было интересно больше смотреть там именно аутентичные китайские балеты на их сюжеты. Потому что все-таки интересно, что они сами ставят, что они хотят этим сказать, на что идут люди, как они реагируют. То есть что они смотрят, как они смотрят, как аудитория на все это реагирует. Можно какой-то пример привести. Да, ну, можно привести, например, есть балеты, так называемые, патриотические, которые нигде в мире больше посмотреть нельзя. То есть это на тему борьбы коммунистической партии Китая за свободу и так далее. Тех, кто Китаем интересуется, это обязательно к просмотру, потому что это часть их истории. Вы себе не представляете, купить билет невозможно. Вот такое. Как на щелкунчик у нас. Да, или настоящую красавицу. У них вот красный женский отряд, борьба там женских отрядов в лесах Хайнаня с богатыми там феодалами и с кем. Это очень популярный сюжет. Ежегодно на 8 марта они показывают этот балет. Есть еще сюжет, например, по традиционным каким-то, по традиционным сюжетам. Ну, один из самых таких популярных китайских именно балетов, которые часто ездят китайские труппы, ну, национальная труппа Китая ездит с гастролями. Это высоко повесить красный фонарь. Это был поставлен балет по одноименному фильму режиссера китайского Джана Имоу. Он в свое время был номинирован на Оскар за лучший фильм в иностранном языке. Вот если кто не видел, если вдруг где-то встретится, получится посмотреть, я очень рекомендую, потому что снят, поставлен, на мой взгляд, очень интересно. Балет именно. То есть это китайский колорит, китайская традиция о традиционном обществе китайском, когда там идет речь о судьбе женщины. Как развивается вообще китайский балет, в каком направлении он движется. Это традиционный, классический балет на основе нашей школы, но с привлечением туда китайского национального танца. Интересно. Да, то есть там можно наблюдать вот такую вот смесь. Я читала критику, что писали о том, что да, хореографический язык довольно простой. Но мне кажется, что все-таки китайские балеты не нужно вот разбирать вот так вот по частям, потому что лучше смотреть, воспринимать его целостно, понять, что они хотят этим передать, что они хотят этим сказать. Для них все-таки балет — это не такое традиционное искусство, как для нас, уже сложившихся там поколениями. Как они смотрят, какие у них правила. По поводу театров могу начать с того, что в Китае нет такого понятия, как репертуарный театр. Вот у нас есть, например, там, не знаю, большой театр, вот есть здание, при нем есть труппа, балетная, оперная, цеха там. В Китае здание театра само по себе, а трупы сами по себе. Да, то есть труппа, она приходит в театр только выступать. Как на гастролях всегда. Да, репетиционная база у них, ну, отдельно. И именно с площадкой, где они выступают, не связано. Раньше, когда, ну, там, может быть, лет 10 назад, смотреть в Китае что-либо было довольно сложно, потому что зрители ко многому были не готовы. Может быть, где-то уставали, где-то не понимали, может быть, шумели там и что-то еще. Но сегодня надо сказать, что китайцы учатся, зритель больше понимает. То есть если раньше, допустим, на концерте симфонической музыки они могли между партитурами хлопать, теперь такого нет. То есть они уже понимают, когда можно, когда нельзя. А на балете? На балете. Китайский зритель очень, на мой взгляд, очень честный. То есть если им нравится, они не будут скрывать эмоции, они обязательно будут кричать «браво», там, хлопать, да. То есть это нормально. Но если им не нравится, это тоже будет понятно. Мои знакомые были недавно как раз на гастролях в Китае и называли публику холодной, что якобы она вообще никак не реагирует на протяжении всего представления и только в конце начинают аплодировать и выходят на сцену с цветами. Вот эта история. То есть действительно это так? Или у них какое-то обманчивое впечатление сложилось? Ну, значит, плохо танцевали, что ли? Ребята, извините. Ну, меня там не было. Я не знаю, что случилось. Это не должно быть так. Они не боятся. Потому что я знаю, что японские зрители, японцы, они очень учтиво относятся к артистам балета и они боятся хлопать, чтобы не сбить ни в коем случае. В Китае это тоже есть. Но мне кажется, что когда танцуют их трупы, они более раскованно себя чувствуют. Когда приезжают иностранцы, возможно, они более аккуратно, более сдержанно выражают эмоции. Еще вот интересный такой момент. Как понять вообще, понравилось или нет? Тут дело в том, что снимать во время представления запрещено. В китайских театрах эта система очень хорошо работает. То есть, если персонал видит экран телефона, который зажегся, у них в руках есть указки, красные лазеры. Они сразу тебя найдут. И тут даже срабатывает не то, что вот неприятно, а люди, которые рядом, скажут «Ай-яй-яй». Снимать можно официально, разрешено снимать на поклонах. Соответственно, когда начинается поклон, все хватаются за телефон, хлопать нечем, руки заняты. И есть такое даже шутка, что... Ну, не шутка, а такое понимание, что понять, удался спектакль или нет, можно по количеству зажженных экранов, когда они снимают поклон. Как на концертах, рок-групп, когда светят. Ну, в китайских театрах, в буфетах вы не попьете шампанское и не поедите красную икру. Все, не едем. То есть это либо сэндвичи, там у них в меню кофе, чай, бутерброды. Ну, вот ты рассказывала, что... А, был вот этот случай, да, который я описывала. Приезжал Мариинский театр, привозили спящую красавицу они. Четыре часа идет спектакль, плюс три антракта. Для китайцев это испытание, особенно для детей, потому что у них такой продолжительности спектаклей не бывает. Я помню, что для китайцев очень важно вовремя поесть. Это часть культуры. То есть в 12, в 6 вся страна уходит на обед и, соответственно, на ужин. Если вы в это время позвоните китайцу и не спросите, а поел ли он, это будет очень невежливо. Соответственно, так как все приходят в театр уже после работы, возможно, не успевая поесть. И вот тогда это представление длилось очень долго. Сотрудники театра подготовили талончики на питание. И там, по-моему, после второго антракта они раздали всем сэндвич и воду. Бесплатно? Бесплатно, да, да, да. Бесплатно, да, да. Они позаботились. Да, такой интересный нюанс. Я у нас такого не видела. А шампанское икру раздавать в антракте. Ну да, интересно. Ну и залы заполнены обычно, да? Обычно, да, обычно, да. И еще самое завершающее сегодня у нас очень интересное. Мы продолжим. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы об отличиях, о схожести наших балетных традиций, труппы, танца. Но у меня в завершении такой тоже вопрос, опять навеянный постом. Яна, по поводу того, любят ли они, вот они знают своих артистов наверняка балетных, и знают ли они наших, например, артистов, ну, мировых наших звезд балета, как они к ним относятся и как они их называют. Да, это тоже очень интересная такая история с именами. Китайцам очень сложно запомнить наши имена. Для них они очень длинные, потому что читать латиницу они не всегда могут правильно, потому что, чтобы правильно произнести, хотя бы русский знать, да, как в Китае они записывают имена иностранцев по правилу транслитерации, то есть когда подбирается ближайший иероглиф, созвучный с нашим языком. Вот. Ну, я могу пару примеров привести. Вот, Тань, ты попробуй отгадать, может быть, кого я назову. Я читала пост. Нет, давайте так, я читала пост, я уже знаю. Вы еще, если не читали, пишите, угадывайте, а потом заглядывайте за правильным ответом к Яне на страничку у нее про это есть пост. Я не буду сейчас угадывать. А, не пусть угадываю. Да? Так интереснее будет. Ну, хорошо. Пишите в комментариях, угадали вы или нет. Это просто описывая, там, мужчина-женщина, хотя бы, чтобы было понятно. Ну, давайте женских именем начнем. Примы России. Да, примы России. Примы России. Ну, например, начнем попроще. Ну, например, Суэдхэлана Джахалова. Ну, это очень просто. Это очень просто, ну, хорошо. Они вот это все произносят? Это все иероглифы? Это все иероглифы. Ага, интересно. Например, еще Суэдхэлана Джахалова. Еще раз? Суэдхэлана Джахалова. Нет, это уже даже я не помню, кто это. Может быть, я просто, я же, ну, не слышала. Ну, например, еще Суэдхэлана Джахалова. Это понятно. Это так созвучно, иероглифы звучат с именем? Ну, слоги. Под каждый слог подбирается иероглиф, который максимально близко передает этот звук. Такой труд, мне кажется. Хорошо. И они как-то еще по-другому употребляют. Да, соответственно, это все же очень длинно. Китайский язык, он очень емкий, но вот эти фамилии, они там, их набрать, например, в текстовом сообщении довольно, во-первых, запомнить трудно, и набрать их еще, это очень долго. Поэтому, если, как китайские балетоманы вышли из этой ситуации, они, китайцы вообще очень любят все сжимать, сокращать в языке, китайский язык склонен к этому. Чтобы было понятно и быстро, они придумали следующее. Они взяли последний слог вот этот, на который ва, на который оканчиваются женские русские фамилии в основном. О, ва, то есть у нас, да? Нет, ва, ва, он произносится как ва, и они к нему добавляют латинскую букву, первую букву фамилии балерины. Ну, допустим, это может даже как-то лучше наглядно делать, ну, может быть, ну, допустим, ва, это Диана Вишнева. Ой, красиво, да, ва, вот этот вот, который означает. Вива, ва, да, это именно последний слог женских русских фамилий. Я поняла. Да, ну, там то же самое. Зейва, это Захарова. А Крусанова Ква? Кейва. Кейва, он считается. Да, они так произносят. Ну, да, интересно. А как они людей с одинаковыми начальными буквами различаются? Ну, вот они иногда вместо латинской буквы выбирают иероглиф, который созвучен, опять же, с первой буквы фамилии. То есть, например, Екатерину Кандаурову они назвали Кан-ва. Кан, соответственно, он на К начинается, этот иероглиф, но здесь еще есть такая особенность, что китайцы просто так имена не дают. Это обязательно должен быть какой-то смысл передан. То есть, иероглиф Кан означает здоровье, процветание. Соответственно, это очень хорошее такое сочетание получается. Интересно, знают сами артисты об этом? Не знаю. Очень интересно, кстати. Если есть у кого-то возможность, спросите у артистов. Вот или у меня может когда-то появится, очень интересно. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень интересный сегодня выпуск получился. Лично мне было очень все это интересно. Еще раз даже, несмотря на то, что я некоторые вещи читала, мне было интересно послушать лично от Яны. Пишите, как вам. Задавайте свои вопросы. Если вам понравилось, то мы можем продолжить. Пригласим Яну еще раз к нам. Подписывайтесь на Инстаграм ее, потому что у нее как раз этих постов достаточно много. Почитать, еще раз узнать, что тут расширит свой кругозор. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Если вам интереснее наблюдать за балетом так же пристально, как я это делаю, подписывайтесь на Инстаграм Полины. Он указан под видео, как всегда. И подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами. Ходите в театр. И большое тоже желаю вам попасть. Смотрите балет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok